Наш утренний эфир продолжается. Уверены, многие согласятся, что самая мужественная и благородная профессия, о которой мечтает с детства почти каждый мальчишка, это спасатель. И сегодня эти специалисты отмечают свой праздник – День пожарной службы Республики Беларусь. Об особенности этой профессии поговорим с нашей гостьей, официальным представителем Минского областного управления МЧС Анастасией Швайбович. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Анастасия, вас с праздником первым делом поздравляем. Анастасия, спасибо большое, что сегодня заглянули к нам в студию. Кто такой современный спасатель? Но очевидно же, что это про выносливость, про отличные знания, навыки. Что можно добавить в этот список еще? Спасибо большое за поздравление. Я бы начала весь этот список. Самого важного – это тот человек, который готов помогать, готов оперативно пребывать там, где требуется помощь, 24 на 7. И наши сотрудники, когда заканчивают свой рабочий день, они не перестают быть спасателями. И подтверждением этом достаточно много случаев спасения в свободное от службы время. Поэтому, если вы чувствуете, что вам хочется помогать людям, вы готовы жертвовать, ну, даже, наверное, какими-то своими личными делами, тогда, безусловно, вы можете быть одним из нас. Ну, а как успешно пройти отбор? Ну, как-то же существует какой-то отбор, я же правильно понимаю? Да, действительно, вы правы. Если кому-то хочется стать спасателем, первое, что необходимо сделать, это обратиться в свой городской либо районный отдел по чрезвычайным ситуациям. И тогда вы уже точно не оставитесь со своим решением один на один. Есть люди, которые непосредственно занимаются подбором кандидатов, и они уже будут вас сопровождать. Здесь зависит от многих факторов. Если вы после школы, например, но необходимо, чтобы вам обязательно исполнилось 18 лет, вы также можете стать спасателем, непосредственно выезжать на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, либо прийти водителем вот этой вот большой красной аптодистерной, либо другой какой-то специальной техники. Для этого вам необходимо будет пройти медицинский отбор, психологические тесты, и, конечно же, необходимо будет первоначальную подготовку, пройти, которая тоже включает в себя несколько различных уровней, познакомиться с техникой, чтобы вы знали, как она функционирует, как необходимо на ней оказывать помощь, потому что все мы понимаем, что случай спасения – это все доли секунды. То есть любой желающий может к вам прийти, независимо от наличия высшего образования, например, да, то есть можно стать спасателем, и там всему научат. Да, вы правы. Если вы считаете, что вам под силу справиться с такой профессией, то вы можете обратиться, еще раз повторим, в районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Я думаю, в районе, как бы, ребята все должны знать, где он находится, да и можно сейчас попросить помощи интернета. И, да, вы можете, если вам есть уже 18 лет, стать спасателем. А есть ли у спасателей сезонная специфика? Например, работа летом, она же, очевидно, отличается от работы зимой. Да, действительно, небольшая такая специфика у нас есть. Если мы говорим о нынешнем сезоне, то это, безусловно, безопасность на воде. Сейчас работники МЧС предупреждают той опасности, которая может таить в себе водная гладь. Обращаем внимание, что необходимо для купания выбирать только специально оборудованные места. В запрещенных местах купаться не просто нельзя, это еще опасно для жизни. И за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Говорим с родителями, почему важно находиться в прямом смысле этого слова с ребенком на расстоянии вытянутой руки. Таких ситуаций, что родители на берегу, а ребенок в воде быть не должно. И напоминаем об этом в ходе рейдовых мероприятий. Делаем это и с помощью квадрокоптеров, можно сказать, и с суши, и с воздуха, и с воды. Ну а чаще всего приходится на какие случаи реагировать? Чаще всего в нашей стране это пожары. Они происходят, к сожалению, и летом, и зимой. Но подчеркнем, что наши работники готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию природного техногенного характера. А подскажите, пожалуйста, существует же учреждение образования, где можно получить больше образования и стать спасателем? Да, в нашей стране существует ВУЗ, Университет гражданской защиты, прекраснейшая материально-техническая база для обучения будущих спасателей. Это не просто занимательный интерес, настолько все реально там приближено к настоящим тем условиям, в которых потом работают спасатели. И недавно открылся в прошлом году большой новый корпус практически, где обучают и водолазов, и альпинистов. В принципе, отрабатываются все максимально те ситуации и те навыки, которые могут пригодиться специалистам для того, чтобы оперативно оказать помощь людям. А сколько лет там учатся? Учатся на очной форме обучения 4 года. Можно даже сказать, что уже в этом году 160 человек стали счастливчиками. Прошли испытания на очную форму обучения, среди них 10 девушек. А насколько сложно попасть вообще в ВУЗ? На самом деле, необходимо также пройти медицинскую комиссию, пройти вступительные тесты по предметам таких, как математика, физика, русский или библиотерский язык, сдать физическую подготовку. Ну и, в принципе, вы можете быть зачисленным. Учиться точно интересно, я вас уверяю. Вот поподробнее. Как происходит обучение студентов? Как они становятся спасателям? Выезжают ли на реальные вызовы? Как-то помогают ли спасателям уже действующим? Я бы хотела, наверное, сказать, чем отличается еще Университет гражданской защиты. Тем, что теория дается параллельно с практикой. То есть все то, что изучают в учебниках, тут же оттачивается в реальной жизни. Все максимально приближено к тем условиям, я повторюсь, чтобы работники МЧС были уже готовыми специалистами, когда они приходят в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям. Это, безусловно, важен опыт, которым с ними уже поделятся коллеги, которые служат не один год. И готовность эта очень важна, и психологическая в том числе, потому что мы понимаем, что спасатели, выезжая на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия, либо пожара, он должен быть максимально собран, он должен действовать четко, слаженно для того, чтобы оперативно оказать помощь людям. Анастасия, но ведь не секрет, действительно, что многие мальчишки мечтают стать спасателем, и это далеко не секрет. А как вы лично стали сотрудниками МЧС? Как вы к этому пришли? Вы знаете, мне, наверное, хотелось быть полезной обществу, и вот решила для себя сделать такой выбор, и ни разу, скажу вам честно, не пожалела. И страха не было никакого? Нет, страха не было. Мне казалось, что раз другие девушки уже прошли такие испытания, значит, я тоже смогу. И ни разу не пожалела. Очень горжусь тем, что служу в МЧС, что рассказываю о людях, которые действительно, поверьте, это не просто слова, они настолько посвящены своей профессии, это даже не работа, это 100% образ жизни, они действительно готовы, они горят делом, которым они занимаются. Ну, а мне очень приятно предупреждать наших граждан о том, как правильно себя вести, это тоже очень важно на самом деле, и делаем мы это и с помощью средств массовой информации, благодарим вас за это. К сожалению, не всегда люди понимают ту опасность, которая может таиться в достаточно, наверное, обыкновенных вещах. Это правда, и хорошо, что вы об этом рассказываете, да, чтобы люди действительно осознавали тяжести последствий каких-то неблагоразумных поступков. Ну и спасибо, что вы действительно приходите на помощь, желаем вам как можно реже сталкиваться с чрезвычайными ситуациями, ну и поменьше звонков в службу спасения 101. С праздником вас! Ну и напомню, что сегодня у нас в гостях была официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович. Хорошего дня! Спасибо, и вам также.